Куда делись цветочные часы? Этот вопрос задают все, кто проходит мимо одной из главных достопримечательностей курорта. Они появились в Анапе 9 лет назад и сразу полюбились и жителям, и гостям города. Теперь здесь нет ни стрелок, ни цветочного циферблата. Сейчас здесь работают сотрудники зеленстроя, готовят землю к посадке растений. А вот доступ к сердцу городской достопримечательности электронному блоку управления имеет только один человек. Это Александр Нестеренко. Именно он отвечает за бесперебойную работу этого уникального объекта. Сейчас механизм на ремонте в Татарстане, на том же заводе, где и был сделан. Вообще называются они часы башенные, но так как они не являются башенами, то получаются у нас большие проблемы с ними. То есть полив постоянно поливает, соответственно, продукции нет. И начинают светодиоды, соответственно, окисляются. И первая проблема – это вода. Вот самое главное. Сейчас светодиодные стрелки и циферблат мы отправили на завод-изготовитель, чтобы полностью сделали реконструкцию. И на циферблате, и надпись «АНАПА», видите, соответственно, ничего нет. И также на стрелках часов. Будет и, правда, мы еще не решили, как точно будет. Будем созваниваться с заводом. Стрелки уже на подходе к городу Чистополю, где они будут производиться. Ну и только тогда можно будет сказать, что уже будет там. Пока часы на ремонте, Александр Геннадьевич имеет возможность протестировать все системы, проверить работу датчиков дождя и света, которые отвечают за светую иллюминацию и автоматический полив. Здесь переход, есть период назад для того, чтобы, когда часы что-то начинают, или батарея садится, или же какой-то сбой, когда свет отключает. Ну, соответственно, мы налаживаем здесь, на этом процессоре. Также система полива. Ремонт стрелок уникальных часов займет около двух месяцев. А пока сотрудники зеленстроя подготавливают поверхность для высадки растений. После того, как часы вновь заработают, здесь будет высажено порядка шести с половиной тысяч виол и обновленная достопримечательность предстанет в новом свете.